Балтика хорошо усилилась, я считаю, неплохо Максименко в аренду взяли с Урала нападающего. У них как раз бывает проблемная позиция, вот я думаю, он нам поможет. Это сколько? 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 Идут бы сами на себя. Какой у тебя на себя реально? 80? Я сколько? Нет, ну ты там уже живешь, да? Умерил, ну и никуда. Я это тело. Жилисты, жилисты. Ладно. Какой жилисты? 33! Антон думает, если я делаю Жилин, то он может сказки рассказывать. Рассказывает. Да так? Ну там неприлично. Поворот головы обязательно. Качество работы с мячом точно, это самое главное. Левой ногой. Лицом, спиной, лицом. Лицом, спиной, лицом. Ну скап больше молодых. Сделал, да. Я, честно говоря, об уровне такого прям большого понимания не имею. Сделали, значит, нормальные ребята. Зарваться! Зарваться! Мы же передачи! Рыж должен быть класс! Никит, скажи, Павел, а что с Аидом и с Ильей? Ну ничего просто. Большое поведение. Даже непровождение. Дискомфорт. В первую половину передачи. Завтра, скорее всего, они уже сыграют? Ну да. Для этого и всего не дали пять, потому что два сыра. Иди, милей твой. А? Пять! Иди! Мяло, нити. На шейки с уходом. Мяло, нити, бур, бур. Какой? Давай, пиздай. Вывет, стопейте! На рузы, пиздал! На конца земли! Блэй! Что касается состава нашей команды будет ли еще усиление или приобретение? Ну максимум один человек, и то на флажке, если удастся договориться, возможно еще одного человека возьмем, но пока еще не факт. В какую линию? В атакующую. С чем связано то, что вы не задействованы сегодня по предыгровой тренировке? Что с вами? У меня прикол, у меня привод, а у Леши, у меня задняя пятна бедра натянулась и отдает туда связку двухбедренную или двухглавую, как сказал наш врач Максимович. Вообще неподвижно. Максимальный тревог. Ниже руки прямые. Не держит. Семена дубная. В прессе очень. Я проснулся утром, завтрак пошел и дискомфорт почувствовал. Вчера вроде нам подлечили, сделали массаж. Утром проснулся, все нормально. Сейчас бегать начал, она опять болеть начала. На первых сборах и на первом матче на втором сборе ты играл на позиции левого защитника. Как тебе это амбуа? Ну, в целом, тяжелая очень позиция. Нужно учиться и не один год играть. Понимать, как перестраиваться. Все вот эти моменты. Так, в принципе, ну, такая же позиция, как и атакующая, просто от сзади. Произошел игровой момент. Столкнулись с Сашей, с Карпачем. Прогнулась колено. Ну, вроде все в порядке. Так, боковую связку вроде не сильно повредил. Сейчас восстанавливаюсь. Геймреди. Думаю, за сегодня. Ну, крайне слотное. На завтра. Буду встретить. У нас тут прайс висит за мат 500 рублей. Это аппарат называется Геймреди. Это криотерапия. Там находится лед, который под давлением поступает в специальную манжету, которая стягивает область, которую мы холодим. И вот добиваемся снижения температуры в этой области. Ну, чем раньше мы потушим, скажем так, воспаление, чем раньше мы уменьшим гематому, тем быстрее пройдет выздоровление. Я рассказывал, что у тебя есть аккаунт на Netflix. Что обычно смотришь там? Есть какие-то любимые рубрики, жанры или категории? Ну, любимая рубрика. Я в основном люблю смотреть что-то историческое. Ну, неважно, это из средневековья или новая история. Я люблю фильмы на реальных событиях. Тогда ты проникаешься полностью в фильм, понимаешь, что это случилось наяву. И как-то начинаешь думать, как это произошло. Ну, давай снимаем. От самого исхода приведет. Ярлышку я давно знаю. Это мой брат старший, как можно сказать. Мы с Алистаном оба. Очень честно общаемся. Ну, так, он дал советы, как всегда. Наставление на пусты и перед началом сезона. Оказалось, как обычно, включать голову. Не делать тех ошибок, которые я делал раньше. Ну, это наши личные разговоры. Он знает зачем. И всегда оставаться спокойным, познакомым. И делать свою работу. У нас в команде очень много молодых футболистов. Что ты им можешь пожелать с высоты своего опыта? Доказывать, работать, как у нас говорят, пахать с утра до вечера. И только за счет работы можно достичь каких-то целей. Да, ему было тяжело. Он где-то не играл в начале. Что-то проявил терпение. Начал забивать. И в пользу и команды. И я думаю, вместе с этой командой он достигнет больших целей. Выйдет в первую лигу и дальше, и дальше, и дальше. И станет одним из ведущих форвардов. Потому что у него есть все качества. Просто нужно терпеть и работать. Конечно, по составу Чайка, конечно, почтительнее выглядит. Но сегодня Динамо Хачкала тоже усиливается и усилилась. Поэтому, я думаю, вот эти две команды до последнего тура будут бороться за выход в первую лигу. Ну, Махачкала вроде там. Вратаря опытного взяли. Нападающего из палки Бига Джио. Тоже такой нападающий странного типа. Неплохое усиление. Появите терпение, будьте с командой. Хочу пожелать вам удачи, здоровья всем вам. И чтобы вы со временем были радостны вместе с командой. Когда команда достигнет своих целей и выйдет не только в первый лигу, а в премьер-лигу. Удачи! 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 Удачи!